Чё, даже не будете ничего интересного спрашивать? Ну вы чё, меня никто не забрал вчера, посмотри. Поживай здорово, у меня есть связи. Азгат Ахмедович, Азгат Ахмедович. Алё, я в кутузке. Ну она молодежь подхватила. Биря у нас любит такие всякие штучки. Настроение боевое, конечно же. Все настроены на конец чемпионата. Готовимся, тренируемся, хотим побеждать. На подъеме, потому что понимаем, что впереди очень важный матч. И это то, к чему мы шли весь сезон, собственно говоря. Поэтому к каждой игре мы подходим очень ответственно и готовимся к сопернику. В общем, нам самое важное – это наша игра, наше выполнение каких-то взаимодействий и результат. Все в рабочем режиме, но помним, что это плей-офф. Правы на ошибку нет, поэтому все стандартно. Но, конечно, мы понимаем, что это ответная игра, и завтра нам нужна победа. Провели разбор команды, и, соответственно, какие-то моменты отрабатываем, чтобы завтра на игре это уже воплотить. Как-то так всегда получается, что мы у них в гостях очень плохо играем. Из-за аномалии там. Я надеюсь, что завтра будет все получше. Я рада, что мы взяли свои очки. Был разбор. Команда Питера – это хорошая команда. Игра достаточно разнообразная, достаточно быстро. Матч был напряженный. Но мы рады, что забрали наши три очка. И завтра надеемся, что выполним свои задачи. Да, эта команда заняла восьмое место, но достаточно крепкая команда. Наверное, все-таки можно выделить края. Это и Горелик Настя, если я не ошибаюсь, и Самадова. Ну, центральная, Маша Перепелкина, как бы, ну, не будем, да, забывайте. Маша Фролова держит очень хорошо прием. Поэтому в целом, могу сказать, крепкая команда. Просто мы никогда с ними не играем. Кого-то выделить не могу. У них все игроки хорошие. И края, и на прошлой игре центры очень много приносили очков. Ну, вообще, плей-оффи, мне кажется, нужно всех выделять и за всеми следить, потому что может появиться какой-нибудь карт-блаж, который выйдет и все исправит, и мы должны быть готовы ко всем. Гендаль? Да-да! Она даже мне писала, говорит, буду плюшки подавать. И говорит, ты пока нормальную подачу не отрепетируешь. Говорю, не выходи. Ну, кстати, на взлете пару раз она забила. Коза. Так, три главных фактора. Наши болельщики, мы их ждем. Наш характер, наша командная игра. Ну, вот видите, разбор некуда теперь вставить. Конечно же, настрой. Ждем болельщиков, чтобы нас поддерживали. И выполнение своих требований, которые ставят для нас на собрание. Болельщики, болельщики. И Динамо Казань, наша команда. Это просто для нас пауза, да. Если мы будем сейчас очень сильно расстраиваться или терять какие-то эмоции на этом, для нас это будет в минус. Поэтому мы на стопе. Мы же не можем ничего решить. Это все решают люди сверху. Боженьки такие, федерации, да. Это все не от нас зависит. Поэтому мы сидим и ждем, что они нам скажут. Хочется сыграть в эту игру, потому что это Еврокубки. И хочется дальше проходить. Но пока такая непонятная ситуация. Пока игру не переносит. Но в то же время нам в Италию лететь нельзя. Может быть плюс, что мы отдохнули, больше сил. Но в любом случае, эта игра нам нужна. И ее надо играть. И надо побеждать. Воображаемая табличка у меня в руках. Уважаемые болельщики, приходите на матч и болейте за Динамо Казань. Подпишитесь, подпишитесь быстро на Динамо ТВ. Вы еще этого не сделали? Нет? Тогда быстрее. Ссылка где? В профиле. В профиле. Ссылка в профиле. Обязательно. Подпишитесь. Да, да. Стой.